здравствуйте уважаемые слушатели сегодня мы с вами поговорим о типологии клиентов и методов экспресс диагностики выделяет несколько критерий в типологии клиентов прежде всего эта типология по ведущему мотиву далее это по ролевой позиции также по ведущей репрезентативной системе и по манере общения и так исходя из четырех основных критериев типологии мы и будем говорить о тех моделях коммуникации которые могут разворачиваться в процессе диалога итак давайте рассмотрим типологию клиентов по ведущему мотиву прежде всего обратите внимание что значит мотив мотив это некая побуждающая сила которая определяет нашу деятельность есть второе определение мотива который является довольно интересным и объясняет широту выбора при удовлетворении одной и той же потребности это определение принадлежит отечественному психологу леонтьеву и так с его точки зрения мотив это опредмеченная потребность направленная на конкретный предмет который побуждает деятельности и становится ее смысловым центром что это значит дело в том что одну и ту же потребность человек может удовлетворять при помощи различных средств ну давайте представим что у нас мы испытываем чувство голода то для того чтобы удовлетворить чувство голода мы осуществляем выбор различных блюд и как только мы понимаем что именно вот этот вкусный завтрак удовлетворит нашу потребность в этот момент у нас формируется мотив таким образом леонтьев подчеркнул что мотив это некое средство которое позволит нам удовлетворить нашу потребность и этих средств может быть несколько я хочу обратить ваше внимание на это определение потому что она является достаточно полезным для понимания мотивации нашей деятельности и так вообще тема мотивация достаточно широко освещена в психологии и разные классики разные ученые выдвигали различные теории мотивации человеческой деятельности и так одна из знаменитых теорий она принадлежит зигмунду фрейду и он считал что мотивация человека полностью основана на энергии возбуждения который он обозначил как инстинкты и основными мотивами человеческого поведения является два инстинкта это инстинкт агрессии и сексуальный инстинкт зигмунд фрейд оказал очень влиятельное воздействие на разные сферы нашей деятельности в частности его учение реализуется не только в психологии она повлияла и на маркетинг и нашло отражение в рекламе и в том числе в коммуникативных моделях об этом мы поговорим чуть позже следующая теория мотивации принадлежит знаменитому психологу альфреду адлеру он считал что основной мотив поведения человека это стремление к совершенству и стремление к превосходству таким образом человек будет склонен выбирать те способы и средства которые будут удовлетворять данный мотив которые позволят совершенствовать ему свою личность и расширять свои возможности следующая теория принадлежит эрику фрому он выделил пять экзистенциональных потребностей человека экзистенциональность то есть жизненно важных сущностных потребностей человека итак первая потребность это потребность установления связей то есть человек это существо социальное и без социальных связей по сути прожить будет достаточно сложно то есть одна из потребностей это установление связей с окружающим нас социумом вторая потребность это потребность преодолении эрик фром считал что человек изначально от природы склонен преодолевать свою ну так скажем пассивную натуру то есть изначально человек склонен все-таки к некоему созидательному труду к творческой деятельности далее это потребность корнях то есть нам необходимо понимать где наши корни да и но также наши родственные связи то есть они являются безусловно важными для нашей жизни для нашей деятельности потребность в идентичности то есть понять кто же я есть также является жизненно необходимым также эрик фром выделил такую потребность как потребность в системе взгляда что это значит то есть для объяснения окружающей действительности нам нужна некая система которая позволяет получить ответы что же происходит вокруг нас чтобы было более понятно можно взять пример так скажем достаточно таких древних времен когда первобытные люди объясняли природные явления велением богов то есть понятно что на тот момент не было таких великих то научных открытий и исходя из тех знаний которыми обладали древние люди то есть у них было вот такое объяснение далее конечно объяснение это менялось но в любому человеку нужна некая опора которая позволяет ему как я уже сказала объяснять происходящее вокруг него следующая теория принадлежит джулиан роттеру он считал что для человека характерно несколько категорий потребностей итак первая категория это статус признания по его мнению большинство людей стремятся к тому чтобы производить положительное впечатление и в частности произвести впечатление в плане интеллектуальных способностей большинство людей хотят чтобы воспринимали как людей интеллектуально одаренных и с этим связано именно данная потребность следующая потребность защита зависимость то есть по мнению джулия роттера нам характерно желание чтобы о нас кто-то позаботился чтобы кто-то взял решение каких-либо проблем либо помог нам достижение наших целей следующая потребность это потребность доминирования то есть потребность в управлении окружающей средой социальной его природной далее эта потребность вне зависимости несмотря на то что мы как бы и нуждаемся в помощи окружающих но с другой стороны мы также стремимся принимать решение самостоятельно без какого-либо вмешательства там или помощи окружающих нас людей поэтому вот потребность независимости она также присутствует далее это любовь и привязанность это потребность реализуется в желании найти близкие родственные души по ценностям по желаниям по устремлениям и следующая потребность заключительная это физический комфорт то есть это потребность избежать неудобства избежать болей то есть таким образом реализуется данная потребность шесть категории являются присущими большинству людей единственное на что нужно обратить внимание что разные потребности имеют разную степень выраженности то есть у кого-то это может быть например доминирование потребности в статусе признания у кого-то доминирует потребность физическом комфорте либо потребность независимости но все шесть в любом случае они присутствуют они характерны для нашей мотивационной сферы следующая теория мотивации принадлежит абрахаму маслоу она довольно известна и также получила широкую популярность в разных сферах человеческой деятельности мотивационную сферу человека абрахам маслоу изобразил виде пятиступенчатой пирамиды в основании этой пирамиды положены физиологические потребности это те потребности которые обеспечивают жизнедеятельность нашего организма эта потребность в еде отдыхе во сне в кислороде как только данный вид потребностей удовлетворен актуализируется следующей потребности то есть мы переходим на следующую ступеньку это потребности безопасности и защиты по мнению маслоу большинство людей желает жить в предсказуемом мире и понимать что же будет происходить завтра поэтому именно эта потребность актуализирует те действия которые обеспечат нашу безопасность будущем но самым простым примером проявление данной потребности может быть увлечение гороскопами то есть люди увлекаются гороскопом для того чтобы понять а что же их ждет завтра или к примеру проявлением данной потребности может являться получение определенной ступеньки образования таким образом диплом образование дает определенные гарантии в будущем то есть те действия которые мы совершаем для того чтобы иметь определенные гарантии в будущем принципе большинстве случаев относится именно к проявлению данного вида потребности следующий уровень потребности это потребность принадлежности и любви то есть это потребность в установлении социальных связей в образовании семьи в поиске круга единомышленников друзей следующая потребность это потребность самоуважение данная потребность например может проявляться в попытке занять определенный статус в обществе это может быть желание карьерного роста или например это могут быть увлечения некими экстремальными видами туризма которые тоже могут продемонстрировать свою особенность то есть почувствовать себя неким таким особенным до человека обладающими редкими способностями следующая потребность она венчает нашу мотивационную сферу это потребность самоактуализации или в самореализации по мнению маслоу каждый человек от рождения обладает талантом в разных сферах и раскрытие этого таланта может произойти по сути в любом возрасте по разным причинам талант может не раскрываться но по мнению маслоу любой человек изначально склонен к творческой деятельности и в своих трудах он приводит достаточно большое количество примеров подтверждающие вот эту мысль что изначально от природы человек обладает определенными талантами почему же маслоу отобразил потребности человека именно в виде пирамиды дело в том что ее вершин достигает по мнению ученого всего 10 процентов человечества все остальные могут останавливаться на определенных уровнях и проживать вполне счастливую жизнь то есть достичь вершины пирамиды это не является основной целью самое главное как по мнению маслоу это быть удовлетворенным тем уровнем на котором ты в данный момент присутствующий пирамиду абрахама слову иногда подвергают критики в каком аспекте дело в том что к сожалению вот механизм который описал абрахам масло что если мы удовлетворяем одну потребность то актуализируется следующее он не всегда срабатывает иногда бывает что люди не удовлетворить более нижние потребности переходит так скажем деятельности которая относится к другому комплексу потребностей и таких примеров тоже очень много частности например вот люди творческого плана в примеру художники да могут творить не удовлетворив вот нижние потребности да то есть там не имея достаточных денежных средств поэтому вот этот переход к сожалению он не всегда подтверждается реальностью и второй момент который также подтвергается критики то что одни и те же потребности люди склонны удовлетворять в разных условиях то есть этот момент он тоже не был объяснен то есть почему одна и та же потребность удовлетворяется людьми как я уже сказала в разных условиях ну например да опять же если мы вернемся к примеру с чувством голода то один человек может перекусить на ходу да и будет достаточно так скажем удовлетворен и счастлив а второму обязательно нужна сервировка стола очень уютная комфортная обстановка и только в этом случае да как бы произойдет удовлетворение его потребностей поэтому вот этот момент разницу условий к сожалению тоже вот данная пирамида она не объяснять но в целом еще раз хочу обратить внимание что безусловно учение которое предложил абрахам маслоу она популярна она востребована и она разделяется достаточно большим количеством исследователей следующая теория принадлежит известному психологу карлу роджерсу он представлял гуманистическое направление психологии и также развивал мысль о том что большинство людей стремятся к актуализации стремятся к раскрытию своих талантов также он обратил внимание на то что большинству людей присущи потребность позитивном внимании то есть мы склонны устанавливать связи именно с теми людьми которые к нам хорошо относятся и бы склонны повторять наше общение или возобновлять наше общение именно с теми людьми которые испытывают на позитивное отношение